Единственное осталось такое сообщество коллективное, то есть кахозы, совхозы уничтожили, заводы, заводы, фабрики, научные институты. И единственное осталось у нас сегодня, да, это садоводческое сообщество. И они так усиленно взялись и уничтожать вот эти остатки такого коллективизма. И я в этой связи хотела бы сказать следующее, что мы в это государство пришли с землей, с домами, с квартирами, вот с хорошим образованием, с пенсией, детям помогали. Все, на сегодняшний день мы остались без рабочих мест, без заработной платы, плохое медицинское обслуживание, мы не можем свое здоровье. И теперь у нас теперь еще отнимают на законодательном уровне, руководствуясь федеральным законом, наши земли, наши дома, наше жилище, где мы живем с вами. Это катастрофа. Но буквально вчера мы получили сообщение на электронную почту, что возникла проблема в Крыму. Месяц назад мы отправили президенту в письмо, в котором указали, что Константинов, который возглавляет ЗАГС собрания в Республике Крым, публично озвучил, что 80% крымчан не могут подтвердить свои права на землю. Вчера мы получили сообщение, что в Симферополе формирует генеральный план, целевое использование земли меняет, и под нож пошли садоводы 25 тысяч участков массив Каменка, которые на руках имеют только членские книжки. То есть, какой парадокс? Мы только что сказали про себя, когда мы пришли из государства СССР в Россию. Теперь с такой радостью люди пришли в Россию, они пришли со своими земельными участками, с домами на них. И сегодня им сказали, что вы только 2% подтверждаете, 2% могут подтвердить свое право на землю. Послушайте, они на земле. Причем очень многие эту землю получали еще в СССР. И сегодня там они собирают подписи, сейчас собираются обратиться в прокуратуру. Пусть сейчас поработает вот эта красивая женщина, которая прокурор в республике Крым. Пусть она сейчас защитит своих граждан.